Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова рады приветствовать вас на канале Твой препод. И сегодня мы с вами поговорим о равностороннем треугольнике. Потому что очень многие встречают задачки на равносторонний треугольник, путаются в них, допускают массу ошибок и вообще не представляют, как с ним работать. Ну что, начнём? Теорема Пифагора Равнобедренного треугольника. Первое – это бисектриса, проведённая к основанию, является медианой и высотой. И второе – углы при основании равны. Ну вот, давайте, опираясь на эти факты, с вами рассматривать равносторонний треугольник. Значит, дан равносторонний треугольник со стороной А. BH – это у нас высота, проведённая к основанию. Следовательно, она будет являться ещё и бисектрисой, и медианой. Значит, вот этот угол у нас с вами будет в 30 градусов. А АН – это будет половина АС. А поскольку треугольник у нас равносторонний, то АС у нас равно А. Значит, АН будет А пополам. Теперь встаёт вопрос, а сколько у нас будет BH? Рассматриваем с вами прямоугольный треугольник АБХ. Треугольник АБХ. И пользуемся теоремой Пифагора. В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух его катетов. Значит, получается, что АБ в квадрате равно АХ в квадрате плюс BH в квадрате. Откуда мы будем искать BH? Подставляем вместо АБ А. У нас получается А квадрат равно А квадрат делённое на 4. Мы вот этот катет возвели в квадрат. А в квадрате – это А в квадрате. 2 в квадрате – это 4. Получается, А в квадрате делённое на 4. Плюс BH в квадрате. Ну и теперь находим BH в квадрате. Чему оно равно? У нас получается BH в квадрате равно А квадрат минус А квадрат делённое на 4. Дальше приводим к общему знаменателю. Удомножаем на 4. У нас получается 4А в квадрате делённое на 4 минус А квадрат делённое на 4. Получается 3А в квадрате делённое на 4. Это у нас BH в квадрате. А чему же будет равно BH? BH у нас будет с вами равно корень из вот этого всего счастья. Корень из 3А в квадрате делённое на 4. Кто вылезет из-под корня? В числителе из-под корня вылезет А. Останется корень из 3. И в знаменателе 2. Получается А корней из 3 делённое на 2. И получается у нас с вами BH. Мы можем спокойненько подписать, что BH это у нас А корней из 3 делённое на 2. Ну и соответственно, когда вы встречаете в какой-либо задаче треугольник с углом 90, 60 и 30, с углами 90, 60 и 30, то вы сразу можете подписать соотношение сторон. Что вот это у нас А, ну АВ у нас равно А. H это у нас А пополам. И как раз катет, лежащий в прямоугольном треугольнике напротив угла в 30 градусов равен половине гипотенузы. Всё нормально. И HB у нас, соответственно, А корней из 3 делённое на 2. Вот как только вы встречаете треугольник с углами 90, 60 и 30, сразу пишите соотношение сторон. Что гипотенуза А катет А пополам, и А корней из 3 делённое на 2. Ну и давайте перейдём к задачам. Значит, нам дан прямоугольный треугольник. Его площадь это 72 корней из 3. Один из острых углов этого прямоугольного треугольника равен 60. И нужно найти длину катета, прилежащего к этому углу. То есть длину вот этого катета. Раз у нас с вами прямоугольный треугольник, и один из углов равен 60. Значит, методом нехитрых подсчётов мы можем с вами выяснить, что вот этот угол у нас будет равен 30. А что мы делаем, когда мы видим с вами треугольник с углами 30, 60 и 90? Правильно. Подписываем соотношение между сторонами. Значит, А. Это у нас А пополам, которое нам нужно найти. Это у нас А корней из 3, деленное на 2. Теперь вспоминаем, а как мы вообще ищем площадь прямоугольного треугольника. Значит, площадь прямоугольного треугольника у нас по формуле А на Б, деленное на 2. Где у нас А и Б, это катета этого прямоугольного треугольника. Поэтому берём катеты, перемножаем и делим на 2. Ну, на 2 делить не будем, запишем, что мы умножаем на 1 вторую. 1 вторую умножаем на А пополам, умножаем на А корней из 3, деленное на 2. Перемножаем, получается А квадрат корней из 3, деленное на 8. Это у нас с вами площадь вот этого прямоугольного треугольника. Что мы делаем дальше? У нас есть одна площадь и такая же площадь, записанная через произведение двух катетов. Соответственно, мы их приравниваем. Значит, у нас получается А квадрат корней из 3, деленное на 8, равно 72 корня из 3. Ну, а дальше по-хорошему нам нужно найти А. Поэтому выражаем, что мешает нашей Ашке стоять одной в числителе. Мешает корень из 3, он пойдёт сюда в знаменатель. И 8 пойдёт в числитель. Получается, А квадрат равно 72 умножить на 8, умножить на корень из 3, делить на корень из 3. Корни из 3 сокращаются. Следовательно, у нас А – это корень из 72, умноженное на 8. А 72 – это что? Произведение каких двух чисел? Это произведение 9 и 8. Поэтому у нас получится корень из 9, умноженное на 8 в квадрате. Корень из 9 – это у нас 3. Корень из 8 в квадрате – это 8. Получается 24 – это у нас А. А что нас просили найти? Нас просили найти катет, который прилежит к углу 60 градусов. Чему он равен? Он равен А, делённое на 2. Поэтому просто подставляем А, и у нас получается, что искомый катет равен 24, делённое на 2. То есть 12. И это наш с вами ответ. Ну и следующая задачка, которая довольно-таки часто встречается и в ОГ, и в ЕГ, связанная с равносторонним треугольником. Значит, нам дан равносторонний треугольник. Его сторона равна 14 корней из 3. И нужно найти его высоту. Вот этот угол у нас с вами 60 градусов. Так? Вот эта высота 90. Значит, вот этот угол будет равен 30 градусам. Поэтому вспоминаем опять про треугольник, у которого стороны равны А, А пополам и А корней из 3, делённое на 2. Значит, А у нас равно 14 корней из 3. Что мы делаем, чтобы найти BH? Мы вместо вот этого А, ну, у нас BH, давайте распишем, равно А корней из 3 на 2, где А у нас равно 14 корней из 3. Что получаем? Получаем, что у нас 14 корней из 3, умноженное на корень из 3, делённое на 2. 2 и 14 сокращаем, получаем 7. Корень из 3 на корень из 3 это у нас 3. И 7 на 3 получаем 21. Поэтому BH у нас будет равна 21. Ну, ещё последний, самый распространённый тип задач, связанный с равносторонним треугольником, вписанным вот в такую кривую окружность, на нахождение либо радиуса по стороне, вписанной и описанной окружности, либо на нахождение стороны по радиусу. Значит, важно помнить, что радиус окружности, описанной вокруг равностороннего треугольника, это 2 третьей высоты. А радиус вписанный, ну, вот, большой это описанный, маленький, маленькая R это вписанный, это 1 третья высоты. У нас с вами дан радиус, и нужно найти АБ. Радиус у нас с вами равен 12 корней из 3. То есть 12 корней из 3 равен 2 трети H. А что такое H? Вспоминаем, что H у нас это А корней из 3, делённое на 2. Двоечки сокращаются. И у нас получается, что 12 корней из 3 равно А корней из 3, делённое на 3. Ну и выражаем отсюда А. Что у нас получается? Тройка идёт в числитель, корень из 3 идёт в знаменатель. Получается А равно 36 корней из 3, делённое на корень из 3. И отсюда у нас с вами А, это 36. Поэтому АБ, ну, оно же А, равно 36. Ещё раз запомните про стороны прямоугольного треугольника. Там запишите куда-нибудь с углами 30, 60 и 90 градусов. Потому что это очень сильно может вам помочь на ЕГЭ или ОГЭ. И все вот такие задачки, которые кажутся на первый взгляд сложными, они очень просто решаются через соотношение сторон. Ещё больше интересного у меня на канале. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До скорой встречи. Пока.